Добрый день, дорогие садоводы! Вам кажется, что июль не месяц посевов? Ошибаетесь! Что еще можно посеять или посадить в июле? Еще очень и очень многое. А какие именно культуры можно сеять в июле и какие производить работы на своих садово-огородных участках, мы разберем в этом видео. Июль – золотая пора. Растения вошли в полную силу. Основные сорняки убраны с грядок, появились первые плоды нашего труда – огурцы, кабачки, клубника, малина, черешня, вишня, ранние томаты. Июль – не такой хлопотный месяц, как май и июнь, но и он отдыхать от садовых дел не даст. Но это не повод забывать о себе. Позаботьтесь, друзья, о своем здоровье, укрепляйте иммунитет, почаще выбирайтесь на природу, на речку. По лунному календарю на июль 2021 года будет циклическая смена фаз Луны в следующей последовательности. Новолуние – 10 июля в 4 часа 16 минут. Полнолуние – 24 июля в 5 часов 36 минут. Растущая луна с 11 по 23 июля. Убывающая луна с 1 по 9 и с 25 по 31 июля. Лунного и солнечного затмения не предвидится. Луна с 1 по 14 июля. немного отдохнули набрались сил и можно смело заняться садово-огородными делами и обсудить дальнейшие действия 1 июня рекомендуется рыхление и удобрение почвы прополка сорняков проводим формирование плети огурцов стрижем газон не рекомендуется обрезать деревья и кустарники 2 июля борем со средителями и болезнями удаляем сухие ветви с деревьев и кустарников сушим лекарственные растения замораживаем плоды и ягоды 3 июля выкапываем ранний картофель собираем урожай не рекомендуется пересаживать растения особенно цветы не рекомендуется также подкормки и поливы 4 июля благоприятный день для посадки корнеплодов и овощных культур 7 цветную капусту брокколи фасоль пекинскую капусту кальраби корневую петрушку сельдерей и пастернак формируем томаты поливаем вносим удобрения 5 июля благоприятный день для посадки клубни луковичных цветов посадки деления многолетников укореняем усы у земляники обрезаем деревья и кустарники занимаемся заготовками консервируем замораживаем собираем крапиву на зиму и другие лекарственные растения 6 июля занимаемся посынкованием томатов формирование плети огурцов убираем ранний картофель чеснок и корнеплодовые хороший день для посадки вьющихся и ампельных цветов 7 июля боремся с болезнями и вредителями рыхлим без полива окучиваем прореживаем сходы занимаемся прополкой прищипываем верхушки однолетних побегов для лучшего возревания древесины 8 июля благоприятная посадка вьющихся цветов уход за картофелем и корнеплодами можно косить траву бороться с вредителями и сорняками консервирование соленья сушка заготовка соков и вина сбор цветков целебных растений 9 10 и 11 июля дни новолуния в новолунии все растения становятся крайне уязвимыми поэтому лунный посевной календарь садоводов огородников и цветоводов на июль 2021 года не рекомендует беспокоить их в эти три дня можно заняться прополкой или сделать раскорчевку старых и больных плодовых кустарников и деревьев 12 июля занимаемся формированием томатов плети огурцов уборкой раннего картофеля и чеснока можно пропалывать готовить грядки для посадки земляники бороться с вредителями и болезнями не рекомендуется посевы и посадки большинства культур поливы и подкормки правильнее будет отдохнуть самим и дать отдых растениям в этот день 13 июля 7 укроп фенхель валериану готовим грядки для земляники обрезаем посылку им поливаем растения в носе минеральные и органические удобрения хороший день для посадки однолетников и пересадки и деления многолетних цветов укоренения черенков 14 июля прикапываем побеги для укоренения сеем газон укореняем усы у земляники поливаем и подкармливаем можно заняться обрезкой деревьев 15 июля 7 сидираты занимаемся сбором лекарственных растений разрешены черенкование пересадка и посынкование растений рекомендован уход за земляникой и виноградом 16 июля можно смело высаживать картофель сеять салат огурцы листовую петрушку и сельдерей сеем кальраби цветную капусту на рассаду для осеннего доращивания в теплице убираем корнеплоды на хранение подкармливаем поливаем и рыхлим 17 июля благоприятный день для посадки любых цветов укоренения черенков возможно посадка контейнерных растений подготовка грядок для земляники и малины будут полезны подкормки и поливы 18 июля благоприятный день для посадки овощных культур особенно посленовых посев цветной капусты для осеннего доращивания лука батона шнит лука для получения ранней весенней продукции огурцов кальра обещавеля фенхеля полив подкормка рыхления почвы борьба со слизнями 19 июля благоприятными будут в этот день посев седиратов скашивания газона борьба с болезнями вредителями полив органическая минеральная подкормка не рекомендуется выкапывать картофель на хранение обрезка посынкования чеканка размножение растений делением корней и клубни луковиц 20 июля можно убирать картофель выкапывать лук чеснок посев посадка многолетних луков для получения ранней весенней продукции редиса посадка цветов с длинным вьющимся стеблем укоренение черенков 21 июля вносим удобрения боремся с вредителями болезнями и сорняками занимаемся заготовками консервируем замораживаем солим квасим капусту сушим заготавливаем соки и вино собираем плоды лекарственных растений удаляем поросль и больные растения 22 июля удачный день для посадки картофеля посев кальраби цветной капусты для доращивания в теплице повторный посев зеленых культур укропа фенхеля щавеля посынкование формирование кустов помидоров и огурцов 23 июля благоприятный день для посадки и пересадки многолетних цветов обрезка чеканка вырезка поросли обрезка усов земляники рыхление прополка внесение удобрений 24 июля полнолуние лунный календарь садоводов огородников и цветоводов не рекомендует работать с растениями полнолуния 25 июля не рекомендуется посевы и посадки большинства культур поливы и подкормки возможные работы в саду вырезка поросли борьба с вредителями и болезнями санитарная обрезка деревьев и кустарников скашивание газонной травы 26 и 27 июля благоприятные дни для высадки рассады томатов огурцов цветной капусты для посадки картофеля второго урожая посев пекинской капусты для осеннего доращивания под пленкой а также посев семян листовых овощей и редиса 28 июля благоприятный день для посадки цветов особенно клубни луковичных укоренения черенков посадка клубники посев сидератов прикапывание побегов для укоренения не рекомендуется обрезка и обработка растений ядохимикатами 29 30 июля посадка и пересадка растений не рекомендуется рекомендована уборка чеснока картофеля уборка корнеплодов на хранение можно скашивать газон удалять сухие ветви с деревьев и кустарников побеги от плодоносившей малины 31 июля посев семян пекинской капусты кальраби корневой петрушки сельдерея пастернака формирование томатов посев цветной капусты брокколи для доращивания в теплице удачное время для поливов и подкормок укоренение усов земляники скашивание газона в июле дачники в полной мере наслаждаются результатами своих трудов пришла пора собирать урожай столы ломятся от обилия овощей и фруктов собственного огорода но нельзя забывать и растениях подаривший нам эти плоды им по-прежнему нужна наша помощь поговорим на эту тему друзья как раз следующим видео оставайтесь с нами проверьте подписаны ли вы на наш канал и нажали ли вы колокольчик чтобы получать уведомления о новых выпусках всем желаем красивого лета обильных урожаев берегите себя дорогие садоводы спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!